Хей-хей-хей, всем привет, с вами канал Тупориле Акула, и мы вновь продолжаем играть новеллу в Люси и Вечность, которой она желала. Так, мы пошли в итоге к нашему механику, чтобы всё выяснить. Когда мы вошли в магазин, владелец уже был занят другим клиентом. Добро пожаловать! Ох, снова ты! Вижу, ты относишься к своим клиентам хорошо, как всегда. Почему бы тебе не заплатить, если ты хочешь особого отношения? Мужчина. А? Мне надо вернуться к работе. Но ты работаешь здесь. Давай выпьем, когда я закончу. У меня есть дело, так что в следующий раз. Боюсь, я не могу ничем помочь. Ладно, увидимся. Мужик не сводил глаз с Люси, пока не ушёл. Запал на нашу крошку. Удостовевшись, что он ушёл, я задаю механику вопрос. Кто это был? Мой друг, который открыл магазин робота в другом городе, он планирует открыть ещё один здесь, поэтому спрашивал, хочу ли я работать на него. Это хорошо, поздравляю со становлением профессиональным инженером. Что дальше? Строительство? Торговля автоматом? Ха-ха, очень смешно, паренёк. Кто сказал, что я согласился? Я пока не планирую бросать эту весьма спокойную жизнь. Держи. Он даёт мне листок бумаги, на котором написано. Магазин роботов The Real Net. Большое открытие в новом месте. Футуристическим механическим шрифтом. Что это? Флайер? Это от того парня, которого ты видел. Когда я смотрю на него, то кажется, вижу твоё будущее. Знал. Ты видишь, так будто закончишь бездомным или безработным, когда вырастешь. Поэтому я приглядываю за тобой, парниша. О, хорош. Возьми это, флайер. Я скажу тому парню, что пошлю тебя, если тебе понадобится работа. Ты не благодарен? Оставь флайер, выкинуть его. Оставь флайер. Работа, блядь, всегда нахуй нужна, блядь. Спасибо, я использую его. Если у меня закончится туалетная бумага. О, ах ты гнида. Да ладно. Просто попробуй, позвони ему. Может, ухватишь какой-нибудь запчастей по дешёвке. Кажется, мне он не нужен. Но пока лучше оставить его. Хоть, блядь, одно, блядь. Сейчас мы сейчас сделаем, блядь, человека. Открыт достижения. Эффект бабочки. Хорошо. Механик делает обычное технообслуживание Люси. Я сидел здесь около полчаса, слушая боталню двоих напротив меня. Кажется, они согласились обменять выручку Люси на плату за техобслуживание. Вскоре сессия закончилась. Не имея здесь других дел, мы решили идти обратно. По дороге к выходу я задаю ему вопрос. Тот же, что я задал Гирсу. Ты веришь, что у роботов есть чувство? А? Он бегло взглянул на меня. А затем его взгляд стал серьёзным. Почему ты спрашиваешь? Неважно. Просто интересно. Он некоторое время продолжает смотреть на меня, будто пытаясь читать мои мысли. И смотрит так, будто понимает их. Ладно, коль ты перевёл уже много времени, провёл уже кучу времени с Люси. Я полагаю, что понимаю, почему ты недоумеваешь. Это нормально, что ты заинтересовался этим. Ну, что ты думаешь? У андроидов есть чувства? Они имитируют. Имитируют? Не по-настоящему. Чувства Люси неподделенные. Она немного отличается от других андроидов. Она может делать почти всё так, будто она настоящий человек. Думать и чувствовать, а затем отвечать сама. Злиться, грустить и радоваться. Но это всего лишь имитация. Будет неуместно говорить, что у них есть чувства. Но в то же время, они невероятно близки к настоящим. Она фальшивый алмаз, который даже специалист не может отличить. Почти идеальная копия. Но настоящий алмаз стоит астрономически дорого. В то же время, фальшивка никогда не произойдёт настоящий алмаз. И не имеет значения, как близка она к оригиналу. Что ты думаешь о Люсе? В каком смысле? Пока ты смотрел на неё и наблюдал за тем, что она делает, я хочу знать, что ты думаешь. В сравнении с настоящим человеком, каково это быть с фальшивкой? Какова Люси по сравнению с настоящей девушкой? Я не знаю. Я спросил его, потому что не знаю. Не то, чтобы я знаком с тем, кто ведёт себя... Я знаком с тем, как ведёт себя настоящая девушка. Но хочешь ты относиться к ней как к настоящему человеку или нет, это твой выбор. Я ничего не могу посоветовать. По пути домой я обдумывал некоторые вещи. Внутри меня логика сражается с эмоциями. Моя голова забита. Она не человек, а андроид. Но этому... Но на этом я должен остановиться. Тайна чувства андроида? Разница между человеком и андроидом. Предположим, что некий бог создал человека. Неважно какой. Аллах, Господь, Будда. Блядь, Будда это духовный наставник, еблан. Кто-то из бесчисленных индусских или японских божеств. Неважно. Хочу пояснить, что я не собираюсь спорить о креатизме и эволюции. Кто создал живых существ? Кто создал землю и вселенную? Неважно, кто это. Назовём его бог. Бог создал человека. Человек создал роботов. Человек сделан из ДНК, которая создана Богом. И роботы сделаны из алгоритмических программ, созданных человеком. Теперь спросим себя. Что если алгоритмы роботов работают как мозг человека? Что если они могут чувствовать так же, как и мы? Нет. Тогда ты будешь видеть в них фальшивки. Если ты видишь, что они ведут себя как настоящие люди, будешь ли ты отрицать это? И если они фальшивки, кто сказал, что мы настоящие? Это истина. А что нет? Каковы стандарты? Кто-то однажды сказал, что люди видят только то, что хотят видеть. И создают мир с тем, что только могут видеть. Важно. Возможно, это был Шопенгауэр. Неважно. Пока мы не изучили самые дальние уголки вселенной, нельзя утверждать, что мы люди настоящие. Это заводит меня в тупик. Я просто хожу кругами. Голова начинает кружиться. Исключение религиозных убеждений вызывает страх, что кто-то могучий может ждать нас где-то. Я схватился за голову в расстройстве. Неважно, насколько сильно я стараюсь. Ясное заключение ускользает от меня. Но одно, можно сказать, наверняка, что-то си глубоко внутри меня. Что-то внутри меня меняется. Блять, хорош. Ты превращаешься, блять, в человека? Охуеть. Три закона робототехники. Да, мы это знаем. 19 октября. Ты. Хорошо. Я. Ай, блять, выключите солнце. Это сон. Аня. Добро пожаловать домой, хозяин. Как дела в школе? Люси как всегда ждала мне снаружи. Такой простой вещи достаточно, чтобы успокоить меня. И я не хочу это признавать. Все как всегда. Унылое занятие. Обед. Опять унылое занятие. Затем я пришел домой. Ничего необычного. Как учеба, хозяин? Хорошо, все как и должно быть. Ах, какое облегчение. Вообще-то, мои оценки всегда были достаточно хорошими. Мне не нужно твое беспокойство. Но раз так, если хозяину понадобится какая-то помощь, пожалуйста, обращайтесь к Люси в любое время. Люси поможет даже, не сомневайтесь. Что хорошего выйдет из того, что я буду опираться на тебя. Я отодвигаю ее в сторону и вхожу в дом. Блять, ебать ты, конечно, арбузер нахуй. Моё тело кажется тяжелым. Чувствую себя не очень хорошо. Наверное, из-за того, что начинает холодать. Для начала я решаю принять душ. Ай. Теплая вода бежит по моему холодному телу. Очень приятные чувства. Фух. После принятия легкого душа я ухожу из ванной. Затем оборачиваю себя полотенцем. В этот момент я почувствовал чьё-то присутствие. Внезапно показалась Люси. Ах. Я отошел назад из удивления. Сильное стягивание... Стягиваю полотенце, чтобы видеться, что оно не упадет. Почему хозяин так удивлён? Говорят, невежественная нарушительница. А, говорит невежественная нарушительница. Эй! Кто-то позволил тебе ходить сюда? Эм... Есть какая-то причина, по которой Люси не может ходить в ванную комнату. Я принимал душ! Люси вошла только после того, как услышала, что вода перестала течь. В чём проблема? Всё, что на мне надето, это полотенце. Какой человек? Я останавливаюсь, когда наконец понимаю. Она робот, а я человек. Это нормально, что будут некоторые проблемы. Обычно люди считают это нормальным. Но я не могу сделать такие выводы. Просто я не состоянии принять это. Блядь, я бы на самом деле тоже бы так не смог. А? Ничего. Так что? Люси кажется, что хозяин выглядит сегодня не очень хорошо. Хозяин в порядке? Да, в порядке. Хозяин уверен? Да. А теперь убирайся. И в этот момент... О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Жаришка, жаришка. Ее лоб соприкоснулся с моим. У меня не было времени отреагировать. реагировать пока я это понимал ее лицо уже было в нескольких дюймах от моего как люси думала что я лиха точно потянулся назад надежде увеличить пространство между нами что что ты делаешь температура хозяина немного выше нормальной меня это поразило мое сердце билось быстрее не ставь свой лоб против моего так внезапно ты меня удивила хозяин был удивлен до люси не понимает почему хозяина удивился люси не сделала ничего что могло бы удивить хозяина хозяин не объяснит потому что это потому это трудно объяснить этот чертов робот может ли быть так что она уже знает почему потому что твоя кожа весьма холодная неправда хозяин что кожа люси не холодная это кожа хозяина немного теплее правда я сам не заметил тем не менее это не объясняет почему ты дотронулся до моего лба если хозяин не знал в люсе встроены функции сильверия ойда это тип роботов сделан для того чтобы помогать старикам я слышал их называют сильвероидами блять люси не может заменить настоящего доктора но может проводить базовый медицинский осмотр она может определить температуру хозяина давление в крови сердцебиение мочу и прочее блять скажи мне еще нагнуться расслабить блять пиздец неважно я собираюсь одеться так что убирайся пожалуйста не вытакивайте люси она должна проверить состояние хозяина я игнорирую и продолжают толкать к выходу а затем закрываю дверь я еле нашел свою одежду и надел ее пиздец блять фух почти закончил сроками на сегодня я смотрю на время и вижу что уже довольно поздно я смотрелся но нигде не увидел люси что она может делать мне стало интересно я поднимаюсь с кресла и отправляюсь на поиски люси легка на легка на поимене в этот момент люси вошла в комнату что ты делала ах люси занималась некоторыми хлопотами что могло отличие но не на столь долгое время моя заинтересованность достигает пика но я удержался от вопроса который хотел задать ей вместо этого я задаю в другой вопрос кстати на хозяин нужна помощь домашней работой каково тебе было в лаборатории лаборатории как там было ну ты ладил с там с кем-то ученые были очень добрыми людьми они все были да при к люсе я не доверяю люсе когда называют кого-то хорошим интересно она как до когда-нибудь оскорблял кого-то в своей жизни а если если должна была бы выделить кого-то это был доктор который очень нравился люсе доктор тот кто создал люсе он был спокойным взрослым с большими усами все были добры но он приглядывал за люсе больше всех и люсе уважал его больше всех хотела бы ты увидеть его снова да если представится возможность люсе определенно хочет ты хотел бы провести больше времени с ним безусловно еще раз если представиться возможность люсе определенно хочет ясно тем не менее она остановилась на мгновение люсе счастлива с хозяином если если будущем хозяин решит что люси ему больше не нужна и люси встретит доктор она будет ряда прислуживать ему снова значит он твой второй вариант кажется так и есть хихи ой бля ты чё пиздано то но согласна ли ты с этим он относился к тебе лучше чем я когда-либо так также он знает больше роботов и он будет лучшим человеком на которого следует полагаться если что-то случится не будет ли лучше служить ему как хозяину вместо меня хозяин люси больше ему не нужно что ты имеешь ввиду если не так то люси хочет чтоб хозяин прекратил говорить такие вещи ведь люси хочет остаться с хозяином надолго люси счастлива жить здесь так что пожалуйста прекратите говорить такие вещи ясно я чувствовал себя дураком ебаланом блять искать утешение в словах простого работа чувствовал себя полным идиотом так три закона наших любимых 20 октября ты так и чё же будет час уроки сегодня закончились немного раньше я услышал что они празднуют что-то но я уже забыл что именно ничего особенного я поспешил домой он даже уже возвращается домой побыстрее с охотой бля идиот люси не ждала меня снаружи в такой ранний час это было ожидаемо наверняка занимает всякой работой по дому она будет удивлена что я уже дома не интересно как она отреагирует ему даже интересно все блестит люси не был в гостиной думаю она могла пойти помочь магазин но кажется это не так я слышу слабый звук напела интересно что она делает и оправить к источникам звука готовит а господи я нашел люси здесь не могу сказал сразу сказать что она делает но подойдя поближе я увидел что она стирает руками молча глядя на это я задумался стиральная машина прекрасно работает так почему она делает все руками когда я решил окликнуть ее то остановил себя вижу что горбашек лежит рядом с ней а с другой стороны штанов не могу сказать сколько их просто посмотрев но вероятно это было что-то трехзначное я был больше озадачен чем удивлен что здесь происходит а хозяин вернулся в такое время я спрашиваю что здесь происходит ох нет люси лучше все спрятать уже поздно я не в настроении считаться и глупостью я надавил на люси молчален взглядом да ты блан блять она гладит блять и стирает вам одежду блять чтоб стиралка блять и дикатные вещи не попортил она их блять стирает с любовью блять ют пиздец что это вообще такое как хозяин может видеть это куча белья чья хозяина и его отца врешь даже если сложить все наши вещи вместе получится куча в разы меньше этой сколько одежды здесь привести не считала так что откуда это все а вот что понял привести выдала только нервный взгляд она не отвечала вы и так будто отец принес одежду всех коллег с работы мне было интересно что ты делаешь пока меня нет но теперь вижу что когда ты планировал правиться с этим сказать хозяина правду не сегодня так кажется я был прав разгрести все это за день просто невозможно так что часто ли это происходит что хозяин имеет ввиду я спрашиваю играет ли мой отец с тобой так каждый раз хватит смеяться придурочная ничего смешного в этом нет да да хозяин почему отец сделал что-то подобное возможно эта причина чтобы заговорить с люси или возможно он перепутал это место с кимчисткой даже если так может он делает это чтобы привести меня к недоумению это так по-детски что аж смешно он собирается снимать современный фильм про золушку просто не надо кости тебе не следует этого делать почему ты вообще занимаешься теркой для незнакомцев просто брось это люси не может этого сделать почему нет потому что отец поручил эту работу люси люси должна сделать работу хорошо потому что она не хочет подвести отца ты идиотка просто посмотри сколько здесь всего он просит невозможного даже если так люси доведет это до конца если люси будет работать усердно отец поймет на что она способна и и тем не более люси не думает что отец поручит что-то нарочно несущественное может он просто верит способности люси ладно это отличается от золушки она девушка которая не обращать внимание на плохое намерение человека люси не чувствует того что она несчастна она не считает требования отца а несправедливыми нелепыми абсурдными возможно такие слова даже не существуют в ее лексиконе тот факт что я могу только указывать ей на ее недостатки издалека впечатлит меня это как следит за ребенком страдающий а у страдающим аутизмом это приносит боль тем кто следит за ней так как ребенок мире не получит заботу золушка которая не хочет быть спасена мыши которая превращается в лошадей ящерицы который превращается в лакеев тыкву превращающих в карету и принца ждающий заложку в первую очередь ей не нужен никто такой тем не менее оставьте их помочь ей блять ну я чё мудак блять я не должен оставлять ее одну знаю ситуацию больше не могу неохотно пройти ногу руку я помогу хозяин алюсе знаю знаю тебе не нужна моя помощь так одно это неважно я делаю это не ради тебя так что не важно что ты подумаешь да на самом деле это для меня для хозяина именно хозяин помогает люси ради себя ага люси не понимает неважно что ты там не понимаешь просто прими это ладно если хозяин настаивает спасибо что помогаете люси похоже наконец-то сдалась но даже после того как я стал сказал это интересно могу ли я действовать хоть чем-то помочь наша страильная машина уже работает вовсю здесь так много всяких маленьких вещей временных на не хватит кажется придется помочь и стирать вручную будет эффективно сложите все вещи в одну большую корзину и мы тихо и все одновременно таким образом отца не будет возможности придраться здесь нет одежды я за кучу рукава принимает за работу вместе с люси что я делал в этот день и век это как добывать огонь камнями и палками когда у тебя есть рабочие рабочие огниво пиздец болеть золушки блять реально золушки результат выглядит неплохо люси и я и стиральная машина хорошо постарались он добились большого прогресса даже если этому не видно конца высокая куча рубашек стильной меньше сильно меньше не стала один ее взгляд заставит меня вздыхать ладно давай я мотивировал себя еще раз теперь когда я ввязался в это это обязательно должен закончиться сегодня неважно как а вы справитесь вывезти не бать уже в вечер просто в тот момент люси возвращалась после того как подвесил чистое белье для сушки последнее время было довольно холодно все равно вещи будут сохнуть три или четыре часа под солнцем даже зимой но это слишком долго чтобы надеяться в этот доме только два жители и они мужчины кто мог подумать что сушка для одежды когда-нибудь пригодится кажется придется пройтись утюгом по вещам когда они слегка подсохнут нам придется еще нам предстоит еще долгий путь мои руки не прекращали двигаться через некоторое время в голову пришла одна мысль если еще что-нибудь что-нибудь еще мой отец попросил тебя сделать еще что-нибудь она сказал он сказал прибраться в кладовке когда найдется время кладовка мы не трогали ничего там вот уже шесть лет это место усеяно паутиной пылью будет и не просто починить и почистить везде и внутри нет ничего что могло бы пригодиться ненужное барахло это просто еще одна гора работы который мой отец решил свалить на люсе на ладно серьезно что-то не так хозяин ничего давай сначала разберемся с этим я начинаю вкладывать больше усилий его этом хоть горбу эту показали бы хотя бы бы что просто мы все охуели бы прошло довольно много времени на улице уже темно будто мы совершили равноценный обмен со временем горбашек почти исчезла я не думал что сможем закончить это когда мы начали но конец был близок кажется мы умудрить сделать все это за сегодня я услышал некую суету за дверью напротив это означало что мой отец вернулся люди отложила свою тилку и подскочила к двери чтобы постретить его пиздец добро пожаловать домой отец я слышу голоса оттуда я вернулся ты закончила стирку который тебя поручил его голос был необычно веселым тебе лучше закончить или будет последствия вот таким был голос почти готово почти готова он удивился явно не ждал от такой ответа теперь я знаю точно он действительно давлюсь и невозможное задание и планировал отругать ее когда она не справится вот блять козел старая и блять с ебалом еще недовольным пока я думал над этим отец вошел в комнату он стоял в дверях смотря на меня ты и что ты здесь делаешь как видишь я занимаюсь стиркой не помню чтобы я просил тебя делать это просто немного ей помогаю тут было много работы это было явно не то что она может осилить 1 некоторое время мой отец и не произносил ни слова он молчал сдерживая свой гнев как подло приуныв мой отец продолжил как ты за заставила кого-то помочь тебе потому что решила что один сможет закончить сама не могу поверить такой без честный поступок робота а отец люси после того как люси наконец-то догоняет его она пытается объяснить ситуацию но мой отец не настроение слушать я не хочу слышать никаких оправданий нихуя ты блять мудак какая ты сука блять да я тебе сейчас сам от пизжу блять японская шлюха апрес и корейская блять мой отец сильно а то толкнул люси в сторону ее хрупкое тонко теряло тело ударилась об стену и руки и ноги обессили и краса пластались по полу что я не сразу понял что только что произошло из-за этого моя реакция замедлилась что ты делаешь я бегу к люсе и помогаю ей я быстро проверил ее состояние не знаю много о машинах но не вижу никаких значительных повреждений я тихо вздохнул с облегчением и обернулся посмотрел на своего отца ты ты знаешь что я предложил ей помочь тогда зачем так разговариваешь с ней это потому что робот не делает свою работу должным образом такой ненадежный робот бесполезен он должен быть утилизирован разве это не твоя вина ты старый пердун ты заставил ее сделать невозможное старый пердун ты посмел назад меня старым пердуном постирать вещи всех калека прибраться в кладовке которые не трогали годами почему ты заставляешь ее делать всю эту бессмысленную ерунду и что ты имеешь против этого что это значит что я имею против этого ты включаешь машину чтобы использовать ее те не нужно держать ее включенной без цепи без цели простите роботы созданы для работы они были созданы чтобы заниматься все утомительной работой вместо нас людей что плохого в этом чтобы давать работу роботу когда цель его существование это служить людям но это не то что она должна делать ты говоришь об уборке в кладовке я всегда хотел сделать это сам просто откладывал это даже так и не надо заставить ее делать все это одновременно учитывая что это невозможно не имеет значение возможно это или нет лучше использовать робота по назначению чем держать его простое ты становишься более странным ты не слишком одержим роботами тебе же не кажется что этот робот настоящий человек его слова заставить меня контролировать по каким-то причинам я начал злиться посмотри на нее подойди посмотри она говорит и ведет себя как настоящий человек и ты все еще считаешь что у него нет собственных чувств ты можешь сказать это без сомнений да я могу ты несешь бред не важно как близко робот к настоящим человеку он все равно не настоящие это всего лишь игрушка имитирующая человека он может вести себя как настоящий человек но это всего лишь робот это фальшивка не обманывайся внешностью почему ты не можешь определить что не нас настоящие а что нет ты не отличаешься от тех людей что потеряли свою душу с этими несчастными имитациями могу ли я звать тебя своим сыном возьми себя в руки я укусил себя за нижнюю губу чувствую вкус соли крови я попытался сказать что-то в ответ но люси остановила меня хозяин люси хватает меня хозяин пожалуйста пожалуйста прекратите не волнуйтесь а люси смотрите она в порядке люси серьезно ни о чем не беспокоиться пожалуйста посмотрите люси прочнее чем выглядит люси улыбается люси улыбается как полная дура блять люси улыбается будто ничего не случилось будто все порядке я знаю что и улыбка не фальшивы потому что за долю секунд это заставил меня увидеть в ней ничто иное как обычного робота ее недостаток своеволия ее слепое повиновение отцу заставил меня воспринимать это как робота это было неприятно было неприятно видеть ее такой я был зол на люси на эту дурацкую улыбку был зол на своего отца за то что он такой упрямый я был зол на себя за то что не могу найти слов чтоб ответить ему и вот так я вернусь в свою комнату закрыл дверь и придом под одеяло задумался смотря в потолок чего ожидаю от люси как должен относиться к ней я думал эти вопросы даже и не надеюсь прийти к ответу пиздец так то блять ситуация конечно пиздео по-другому блять хуй скажешь открытое достижение золушка спасибо блять где мой принц суки да это блять просто 21 октября ты я уже проснулся до 21 октября это конечно это пиздец это блять надо переварить давай блять опять звонок вдалеке прозвенел звонок я привычно закинул сумку на плечо попрощался с герцом и направился домой на улице было прохладно я застегнул куртку у меня подумал что в наступлении зимы даже не верится а хотя в нашу бы зиму блять минус 35 баху его блять как он блять застегнул ты бы сдох бы если вышел быть такой курткой я подошел к своему дому что-то показалось не неправильно пока я пытался понятие что до меня дошло люси не ждет меня возле дома виси всегда обязательно встречал меня у входа в дом но сегодня и не было на обычном месте это показалось странным может быть она еще в доме наверное мой отец опять заставил заниматься странными вещами блять странно нахуй неужели экшен я вошел направился в гостиную не ущая чего-либо присутствия в доме люси это и здесь в ответ тишина кажется в гостиной и нет люси ответь ответа нет я обыскал весь дом люси где не было наверняка у нее есть свои дела подождать ее пойти искать она никогда не уходила так надолго не говоря ничего это было странно и я вдруг вспомнил свой спор с отцом парки назад не могу игнорировать возможность того что он мог что-то с ней сделать вернув еще пару кругов в оконте я наконец принял решение одолевая беспокойством приготовиться выйти из дома может она пошла помочь в мастерской либо в кладовке оттуда и начнем люси сегодня не видел самом деле ага какой смысл мне врать тогда ладно и и здесь нет куда она могла исчезнуть дома ее нет нет есть мысли где она может быть но я даже не знаю она не убежала из-за того что ты был снегруп у меня нет времени выслушивать чепухи я вышел из мастерской это батя был групп я еще как не половины мудак не выросший мудак который не вырос блять где она нахуй не знаю сколько я уже бежал мои легкие горели во рту ощущался металлический привкус я просто не мог понять куда могла деться люси уже довольно поздно может стоит вернуться домой возможно люси уже вернулась а теперь гадать о том как куда я запрос простился а может она все еще не вернулась продолжить поиски ага стоит продолжить поиски не останавливаясь чтобы отдышаться и снова побежал бежал за всех сил мне надо отдышаться внезапно что-то кто-то тронул меня за плечо я вернулся с отчаянным воплем люси это ты люси нет это я а это ты не нужно выглядывать таким как выглядеть таким разочарованным не неприятно знаешь ли а чё тебе надо о да просто увидеть тебя и решил пойти и поздороваться как дела ты занят просто оставь меня в покое да я занят ты случайно не люси ищешь ага в самом деле просто я недавно с ней столкнулся что верно ли я расслышал где где-то ее видел где спрашиваешь наверное где-то там но я не уверен сказать не могу вспоминай быстрее секундочку где же это было опа ты случайно ищет не случайно ищешь не девушку андроида с которым ты был до этого этого мужчины раньше раньше встречал мастерской и если ищешь ее то я недавно видел видел на свалке да верно а то я там запчасти искал и вот там люси видел и куда ты пошел блять пиздец а шо делать на свалке то ебануться блять вон вон там вон там люси которая посюда искал что-то делаешь она стояла на том месте где мы впервые встретились уставился в одну точку и стоит не шевелясь люси выглядит одинокой кажется она вспоминает о чем-то я тихонько наблюдал за ней не решился ее откликнуть потому что выглядела на такой безжизненной я не решился подойти к ней потому что казалось что она исчезнет если я ее позову прелесть спустя пару минут я наконец-то вы смог произнести люси хозяин весь и наконец-то меня заметила голос ее был тихим казалось что она только что очнулась ото сна ну и где тебя носит знаешь сколько сейчас времени я понял что невольно повышаю голос а люси взирает на это понурив взглядом она ответил за затуманенным выражением лица ой уже так поздно кажется люси заставил хозяина волноваться люси очень сожалеет кто сказал что я волнуюсь прекрати неси чушь я не капельки за тебя не волновался и так ли это люси грустно улыбнулась затем она тихонько взяла меня за руку у хозяина холодная рука хозяин замерз с этими словами она без колебаний приложил мою ладонь к своей щеке приятное тепло и и кожа передалось по моей руке кажется она догадалась что я уже давненько бегу по улице слегка смущенный я оттернул руку чем ты все это время занималась люси закупалась к ужину раз люсе надо завоевать доверие отца она не должна делать работу только наполовину верх на я перевел взгляд на пластиковый пакет вы как люси заглянул внутрь там были яйца зеленый лук чеснок разного вида мясного фарша могла бы после покупки сразу идти домой пойти почему ты здесь люси случайно зашла сюда по пути домой и у люси просто захотелось остановиться охуеть она может чувствовать люси плавно перила взгляд взглянув на то место где я обнаружил она продолжила люси должно было быть люси должна быть надолго задумалась люси не заметил как пришел хозяин люси подняла руку чтобы указать точно на место место где она когда-то лежал в плачевном состоянии я тут я нашел верно да люси немного задумалась пока искала то самое место потому что для люси это место навевать теплые воспоминания теплые воспоминания я не ослышался это место вызывает у тебя приятные воспоминания разве не действия бросили разве это не должно быть местом который неприятно вспоминать нет совершенно нет это место да и приятно воспоминания о том как люси встретила хозяина очень оптимистично для нее люси никогда не забудет это место даже если блок питания люси заржавеет и выйдет из строя даже если люси не может больше не сможет больше правильно соображать люси верит что по крайней мере она никогда не забудет как встретилась с хозяином вот поэтому это место дарит люси приятные воспоминания это точно не то место где можно вспоминать неприятное я же говорю ты преувеличиваешь я помог тебе не имею ввиду ничего такого как люси сказала ранее это не имеет никакого значения потому что бесспортная правда в том что люси спасли якобы неумышленное проявление доброты хозяина но люси была спасена люси смотрит на меня не говоря ни слова я протянул руку пожалуйста нам пожалуй нам про возвращаться я почувствовал себя так него кохоте сам протянул руку люси недолго недолго леблилась видимо она чувствовала то же самое и повторю я повторил свои слова в этот раз с еще большей твердостью в голосе хватит там торчать пойдем хорошо пойдем домой пока не стало еще холоднее я ухватил не по датлива руку люси и потащил ее за собой бля интересный старт разъезжаем памятное место хорошо памятное место так памятное место хули нет когда да да это действительно было памятное местечко такое но получается на этом я думаю мы будем с вами заканчивать вот всем спасибо кто был с вами был канал тупо и лаку не забудьте стать его ставить лайки комментировать отправлять это своим друзьям вот и это также помогает продвижению канала и получается также подписывайтесь на наши источники получается в дискорд сервер телеграм-канал все находится в шапке профиля и это вам поможет всегда держаться в курсе новостей телеграм-канал там уже даже лично пообщаться со мной поэтому всем плавничка и давайте до новых встреч и до завтра